В 2020 году депутаты мажориста парламента страны одобрили проект кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Документом пересмотрен возраст для продажи табачных изделий с 2018 до 2021 года. Соблюдается ли это требование в нашем регионе? Ответы на эти вопросы попыталась найти наша съемочная группа. Нарушения норм влекут за собой штрафы. Лица, осуществляющие продажу табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна и кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкости для них обязаны требовать предъявления документа удостоверяющего личность и отказать в продаже табачных изделий в том случае, если не был предъявлен документ. Однако, происходит ли так на самом деле, решила узнать наша съемочная группа. Это видео дает наглядное объяснение. Представление о ситуации. Употребление табака влечет негативные последствия для человека. Воздействие табака на здоровье хорошо изучено. И Всемирная организация здравоохранения признает табачную эпидемию одной из наиболее серьезных угроз для здоровья. В составе сигарет содержатся никотин, формальдегид и другие химические соединения. При вдыхании сигаретного дыма эти вещества оседают в легких. Причем страдают не только активные курильщики, но и пассивные. Дым наносит вред и тем и другим. Заядлый курильщик может скурить одну пачку сигарет. Научно доказано, что каждые 6,5 секунд от болезней, связанных с курением, в мире умирает один человек. Конечно, кто-то может обойти закон. Однако организм обмануть не удастся. Риналь Рахматуллин, Ирмек Кеншимбек, Айкынак Парад.